Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы тогда с вами начинаем нашу встречу, приятную, я надеюсь. У нас наша встреча называется «Симпозиум волонтерства в паллиативной помощи». У нас очень разные доклады, мы сегодня вам представим свой опыт, каждый со своей стороны. Кто-то будет рассказывать про методы лечения, кто-то про методы взаимодействия. Я буду рассказывать про образовательный курс. Но в любом случае, все эти вопросы связаны с волонтерством в паллиативной помощи. Пару слов о себе, чтобы понимали, кто вам рассказывает чего. Меня зовут Константин Циранов, я доктор, колопрактолог, занимался лечением рака прямой кишки и ободочной. Долгое время, 11 лет, защитил диссертацию по этому направлению. И, конечно, так как я занимался лечением опухолей злокачественных, к нам пациенты попадали разные. И в том числе мы организовывали, благодаря мудрости нашего главного врача, и паллиативную помощь нашим пациентам, которые у нас лечились. Волонтерства в той больнице, где я работал с 90-го по 2000-й год не было, по 2010-й не было. Но дальше, когда я перешел на работу в Университет правительства Москвы, стал путешествовать и смотреть системы здравоохранения в других государствах, я увидел, что в каждой практически больнице, в каждой медицинской организации есть волонтеры. Сначала это казалось странным. И потом, когда мы беседовали с людьми, выяснилось, что по-другому медицинские организации не работают, и качественного лечения не получается, если там нет волонтеров. Какой механизм этого был загадкой, но время шло. В какой-то момент, когда мы познакомились с Дианой Владимировной, которая у нас училась, и с другими коллегами, мы как-то так немножко прониклись в волонтерской истории и решили тоже в этом поучаствовать. Когда я говорю «мы», я имею в виду такой коллектив нашего центра, у нас есть Центр развития здравоохранения в Университете правительства Москвы, у нас есть задачи, повышение эффективности работы организации, мы занимаемся обучением, большие программы управленческие для руководителей медицинских организаций. Но решили сделать волонтерский проект. Волонтерский проект для нас волонтерский. Сделать курс про медицинское волонтерство. Но не просто курс, а подошли мы к этому комплексно. Сделать цикл программ образовательных, которые бы, с одной стороны, давали какую-то, такую справочную информацию, что такое медицинское волонтерство, и рассказывали историю этого явления, давали возможность людям с этим познакомиться с точки зрения содержания. А с другой стороны, сделать эмоциональные такие фотокурсы, для того, чтобы людей вовлекать в этот процесс, потому что медицинское, вообще любое волонтерство, но и медицинское особенно, это путь, конечно, к доброте и к счастливой жизни. Сейчас я вам расскажу о том, что мы сделали и как. Но хотел бы с вами, вот, своими наблюдениями относительно зарубежных стран, значит, очень по-разному собирается статистика в государствах про волонтерскую деятельность. Нигде она не собирается с точки зрения похвалиться. Нигде она не собирается с точки зрения похвалиться. У нас сейчас, к сожалению, в стране эта статистика собирается, и каждый раз ожидаются большие цифры. Мы этими цифрами отчитываемся, мы ими хвастаемся, показываем по телевизору, получаем почетные грамоты за эти цифры. И в этом случае этим цифрам доверять все меньше хочется. Но, в принципе, волонтерская деятельность, она распространена в мире очень широко. В Сингапуре, например, 70% всего взрослого населения, ну, взрослые имеются в виду, начиная со школы, вот, то есть дети и взрослые заняты волонтерской деятельностью. Но они пошли дальше, у них, ну, в общем, у них такой подход, они сделали прям паспорта волонтерской деятельности, в школе ведут, начиная со школы, у них есть паспорт, то есть все-все-все твои достижения в волонтерстве, они заносятся в определенный документ, это государственный документ. Мало того, все учителя в школе, все будущие работодатели, все будущие университеты, куда ты хочешь поступить, они все видят твою такую общественную деятельность, без нее продвинуться очень сложно. Вот, это тоже был один из моментов, почему мы начали этот проект. Но, а второй момент для меня, очень важный, это, конечно, роль волонтерства в формировании социального капитала в стране. Скажите, коллеги, такая формулировка «социальный капитал» вам известна? Поднимите руку, пожалуйста, кто знает, что такое социальный капитал, кто с этим работал, нет? Вот, а финансовый капитал? Знаете, про деньги знаете, да, про социальный не знаете. Но на самом деле, страны, которые обладают финансовым капиталом, они давно уже просчитали и определились с тем, что чтобы этот финансовый капитал приумножался и сохранялся, нужно обязательно, чтобы был у страны социальный капитал. А социальный капитал, это вот здесь, вот его структура есть, но прежде, в социальной сети, это не Facebook, коллеги, это наше с вами взаимодействие. Скольких людей мы знаем. То есть, чем больше я, например, знаю, вот, например, в моей телефонной книжке 4000 контактов. То есть, я знаю, взаимодействую, ну, не каждый день, конечно, ну, в своей жизни с 4000 людей. Вот, чем больше людей, с большими людьми я взаимодействую, это вот социальная сеть моя, 4000 контактов. У каждого своя социальная сеть. Вот, чем больше таких контактов взаимодействий, тем сильнее и социальный капитал, мощнее. Общая норма убеждения, это вот идеология. Это плохое слово для нас с вами, идеология, учитывая нашу историю, она использовалась очень по-разному. Но, по сути, это идеология, общая норма убеждения, что для нас важно, наши ценности. И доверие. Вот доверие, это показатель интегральный, который все считают. Все страны, экономисты этот показатель заказывают мониторить. У нас это ФСО, Федеральная служба охраны мониторит этот показатель, но у нас он не, ну, как бы, его не обсуждают. Видите, мы с вами не знаем уровень доверия. То есть, знаем по маленьким статьям, там, вышка публикуют, там, раз, какой-нибудь проскакивает такой. Уровень доверия у нас такой-то. Не президенту, не правительству уровень доверия, а прохожему на улице. Доверяем ли мы людям в принципе? Правительству понятно, президенту понятно, там, не знаю, мэру понятно, системе здравоохранения понятно. Между людьми. Вот ты идешь по улице, видишь человека, он тебе что-то говорит, веришь ты ему или не веришь, доверяешь ты ему или не доверяешь. Вот этот уровень у нас низкий. А при низком уровне социального капитала добиваться системных улучшений нашей с вами жизни очень непросто. И вот когда мы это поняли, мы тоже, как бы, это было для нас еще одним таким поводом, поучаствовать все-таки в развитии волонтерского движения и что-то сделать для этого. Что мы увидели? Вот когда начали общаться с коллегами, мы, естественно, сразу же пошли к экспертам, потому что сами мы совершенно не эксперты, мы, может быть, что-то можем обобщить, как-то методически подойти к изложению вопроса. У нас есть там редакторы, есть операторы, есть там некоторые возможности, но мы же не эксперты. Мы пошли к тем людям, которые в нашей стране волонтерством занимаются давно. Это фонды благотворительные, медицинские организации, где волонтерство есть, там центр Рогачева, хоспис, естественно, вот, московский. Вот, и начали с ними беседовать и увидели, что профессиональный юридический язык отпугивает людей. Вот, то есть это совершенно невозможно для образовательного курса. Страхи есть, их очень много, вот, никто их так не систематизирует, не обобщает, по крайней мере, мы не нашли нормальным языком, обычным, понятным языком, описанные страхи людей, которые узнают о волонтерстве и хотят им заниматься. Вот, и страхи медработников, это вообще закрытая тема, хотя сейчас все больше и больше обсуждаются, например, там, такие очень узкие вопросы медицинской деятельности, неформальные платежи в медицине, вот, и другие вопросы, но о страхах медработников, почему мы боимся и не хотим работать с волонтерами, вот, тоже, как бы, не было, это речь идет о 2017, 2016 годе, то есть это не вчера, не позавчера, а это 2016 год. Вот, это все мы увидели, какие барьеры есть, и решили с этими барьерами побороться. Вот, побороться с широким фронтом. Это и мотивация кандидатов в медицинские волонтеры, то есть просто обычных граждан, жителей, ну, в частности, Москвы и всей России. Это мотивация медицинских работников и медицинских сестер и врачей к тому, чтобы взаимодействовать с волонтерами. Это и поддержка сотрудников некоммерческих организаций, которые нам жаловались. Жаловались, знаете, как? Они говорят, вот мы, потому что фонды Вера, подари жизнь, большой поток волонтеров, и вот людей, вернее, которые хотят быть волонтерами. И этот поток очень не структурирован, с очень разным уровнем понимания, что такое волонтерство. И сотрудники фонда Веры, подари жизнь, и всех других фондов, которые занимаются волонтерами, вынуждены тратить очень большое количество времени своего личного, ну, как рабочего, на то, чтобы встречаться с этими людьми и все с ними проговаривать. И все это начинается с чистого листа. Каждый раз встреча, и с нуля мы начинаем выравнивать понимание людей, аудитории, и потом дальше это понимание увеличивать. Конечно, удобнее это делать в дистанционном формате. И поэтому, учитывая это, вот вовлеклись активно сотрудники и фонда подари жизни Вера в работе над этим курсом. Ну, география проекта, понятно, это дистанционный курс, он для всех. Вот четыре направления. Путешествие медицинское волонтерство – это курс, где обычный житель приходит в больницу и становится волонтером. Просто история его. Второе, путь медработника – это история заведующего отделения, который никогда не работал с волонтерами и начал работать с волонтерами. Третий, волонтеры в хосписах – это отдельная история, потому что мы, вот, волонтерская деятельность очень специфическая, ну, как и вся деятельность, очень специфическая. И она отличается очень сильно в хосписе, в городской больнице, в детской больнице, в доме престарелых, ну, не престарелых, а вот, в домах, где живут люди старшего возраста. Вот. Очень сильно отличается деятельность медицинская. Не все люди, которые могут работать в хосписах, могут работать в городских больницах волонтерами. И не все, которые могут работать в городских больницах, могут работать в хосписах. Мы с этим столкнулись, но, в общем, а так как эксперты наши – это люди очень увлеченные, крайне увлеченные этой проблематикой, то за каждое слово была борьба, в хорошем смысле слова. То есть мы давали формулировку, как мы ее видим, простым языком, а дальше начинались оттенки, полутона, а вот как этот актер в кадре сказал, немножко не так, вот в хосписах надо вот так, в хосписах это нельзя, а в больницах вот так надо, а в детских вот так надо. Мы вынуждены были выделить отдельное направление, мы планировали три курса, волонтеры в хосписах, ну потому что очень большие отличия получались по содержанию. И основные аспекты волонтерской деятельности – общий курс теоретический, которые, ну это вот наши эксперты, которые принимали непосредственно участие, которые были вовлечены, главные врачи наши, вот, которые тоже тратили свое личное время на создание этого курса. Получилось у нас, что они очень маленькие, это фотокурсы дистанционные, они очень маленькие, они все три занимают для изучения полтора часа всего. Доступны они через интернет для любого человека, который хочет, который ищет это. Отдельно сейчас продвижение этого курса, то есть как отдельное направление, не проводится. Единственное, что мы написали, конечно, письмо в Федеральный Минздрав, сказали, что такие курсы разработаны, предложили разместить их на сайтах федеральных учреждений, отправить информацию в регионы, но в Федеральный Минздрав пока, вот в течение уже два с половиной года, мы периодически отправляем письмо, раз в полгода. Когда Солога я встречаю на конференции, я ему говорю об этом обязательно, вот. Но пока более важные дела есть, они этим не занялись. Но надежда остается. А курс для медработников, у него общая судьба такая интересная. То есть он сделан, курс. Но так как он для медработников, мы не хотели бы его в общий доступ выкладывать. Попытались выложить его на НМО, вот этот вот портал федеральный, а нам выкатили вот такое количество требований, чтобы они туда попали, на этот портал. И мы, честно вам скажу, так и не смогли все эти требования удовлетворить, поэтому его пока нету в открытом доступе, но сам курс есть, может быть, когда-то. Зато Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на наше письмо, спасибо ему большое. Разместили вот эти ваннеры, которые ведут к этим курсам, на всех сайтах всех медицинских организаций Москвы, более чем 200. То есть, если вы зайдете на сайт любой городской больницы или городской поликлиники, диспансера, такой баннер там есть, на него можно кликнуть и пройти этот курс. Так как он анонимный, то есть мы не требуем регистрации на портале, введения своих личных данных, чего-то он доступен всем, то, с одной стороны, это хорошо, потому что мы можем говорить о большой статистике, а с другой стороны, системы не позволяет в таком случае отслеживать, прошли ли люди этот курс. И я там пишу, конечно, уникальный на следующем слайде, но на самом деле, на самом деле уникальность слушателей это вопрос очень относительный. То есть мы не отслеживаем ни IP-адреса, ничего, этот курс доступен всем. Но тем не менее, когда в 17-м году мы разместили и только-только ссылки, ну вот эти баннеры появились на сайте, на сайтах медорганизации, было 20 там просмотров в день. Сейчас их больше. Наверное, информация как-то разошлась, и большее количество людей заходит и смотрит курс. Но уверенности в том, что они доходят и досматривают до конца этот курс, нет. Поэтому вот, к сожалению, то ли нам надо разместить его с регистрацией, тогда мы будем знать, как человек просмотрел, сколько времени он потратил на этот курс, но тогда будет сложнее попасть. Вот как вы нам посоветуете? Сделать регистрацию и отслеживать людей или оставить все как есть? Есть возможность сделать через социальные сети? Или просто баннер? А, можно. О, это можно. И тогда мы отследим, это точно. Вот видите, как хорошо, что я сегодня пришел к вам. Вы подсказали. Вход через социальные сети. Ну, через социальные сети. Планы наши, планы. Я сейчас вам покажу еще курс, чтобы вы увидели. Планы. Планы – это разместить ссылки, конечно, на федеральном портале добровольчества. Есть сейчас такой портал. Вот, большой. Разместить ссылки на курс на сайтах всех федеральных и региональных медорганизаций и увеличить количество слушателей, хотя бы до 500. Но так как это дистанционный продукт, туда могут заходить сколько угодно людей. Сейчас мы вот так сделаем. Сейчас это закроем. Откроем зал абрикосов. И буквально пару пробегусь. Покажу вам. Да, вот он. Покажу вам. Так. Наверное, будет здесь показывать. Вот смотрите. Вот содержание курса. Ну, вот это первая страничка. Вот содержание. Про коспись речь идет. Часть первая. Это, собственно, пациент. Дальше волонтер. Дальше старшая медсестра. Дальше комментарии наших коллег. Дальше заповеди. Ну, и дорожная карта. Как это выглядит? Выглядит это вот так. Это фотокурс. Но он интерактивный. То есть там есть возможность, например, вернуться, задать вопросы. У нас есть поддержка этого курса. Ну, и так далее. То есть он будет более-менее интерактивный. И он озвучен. Особенно важно. Вот озвучка была очень важна. Интонации. Вот этот актер. Это актер. Это не волонтер. Это актер. Вот. Он после того, как в этом ролике снялся. Вот. Ну, он как актер-волонтер, да? Он снялся как волонтер в этом ролике. А дальше он стал волонтером. Вот. Поэтому вообще происходили некоторые такие... Знаете, как рассказывает режиссер, который ставит мастер-маргариту, что происходит чудеса. Да, ну, то у него там не очень хорошие чудеса происходят. А у нас наоборот. Эти съемки. Вот. История про него. Вот. Вот он встречается с волонтером, который помогает ему. Вот волонтер. Девушка. История о том, то есть, мы, как бы, взяли в основу не сюжет, который мы придумали, а рассказы реального волонтера, который, ну, вот, пришел и стал волонтером косписа. То есть, это вся история, она непридуманная. Хотя, в съемках актеры были задействованы. Вот размышления ее. Это, знаете, это данные? Нет? Это координатор волонтеров первого косписа, очень активная Ольга. Вот. И дальше история про старшую медсестру косписа, как она относится к волонтерам, как это все. Вот. Вот такой курс мы сделали, который дальше с комментариями конкретных совершенно экспертов, конкретных совершенно экспертов, которые помогают людям правильно себя оценить, потому что волонтерская деятельность, без того, чтобы ты, ну, сформировал ожидания некоторые от нее, люди приходят с очень разными ожиданиями. Некоторые приходят, чтобы самореализоваться, например. Некоторые приходят с совершенно другими целями, ну, не помогать, а помогая что-то еще. И вот очень важно разобраться в себе, принять правильное решение, ну, и выбрать для себя то направление волонтерства, которое подходит человеку. Вот этот курс, с нашей точки зрения, дает одну из возможностей лучше в себе разобраться, определиться с выбором и сделать этот вход в волонтерство проще, доступнее и удобнее, так как этот курс дистанционный. Еще у меня я привез фильм, который, вот было так, значит, сделали курсы, а потом наш пиар-отдел, у нас есть пиар-отдел, вот, так вовлекся в это дело, что сказали, слушайте, ну, у нас будет там презентация этого курса, и как же мы без фильма, давайте сделаем фильм. И фильм еще полгода снимали потом, тоже как бы на волонтерских таких основаниях. Вот, выбирали время, договаривались о съемках, ездили, снимали. Я хотел вам этот фильм тоже показать, вот, но пока у нас звука нет, если появится звук в конце, он буквально две с половиной минуты, покажу. Если не появится звук, то, соответственно, не покажу. На этом все. Моя часть заканчивается. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов ответить, а дальше мы перейдем к выступлениям коллег. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Можно вопрос? Да. А чему учитель на этом? А он, понимаете... Вы помогаете человеку забрать мотивацию? Да. Смотрите, у нас... Нет, у нас есть четыре составляющих. Четыре. Первая, это справочная часть. Давайте я... Справочная часть, которая как раз учит. Она говорит, какие виды волонтерства есть. Там есть вводная часть по истории волонтерства в медицине, когда появилась... Ну, то есть такая образовательная часть. И она очень содержательная. Там больше всего слайдов, около сорока. И каждый слайд, это порция такая серьезная содержательного контента, да, серьезных материалов. Но с нашей точки зрения, она... Ее будут смотреть и изучать только уже мотивированные люди, которые уже хотят разобраться в этом вопросе до конца. Ну, и для себя. Вот. Можно ее использовать после того, как люди приходят на собрания в волонтерские центры, уже решают, что они станут волонтерами, а дальше им говорят, вот есть ссылка, изучи лучше этот... как бы этот вопрос, чтобы тебе было понятнее. Вот. Это одна часть. А все остальные курсы, да, они скорее мотивирующие, и они учат тем рискам, тем сомнениям, то есть решать эти вопросы, вот эти сложные вопросы, мотивации, выбора, для занятий волонтерской деятельности. Курс сделан для людей, которые хотят этим заниматься в больницах, отдельно курс сделан для тех, кто хочет быть волонтером хосписа, и отдельно курс сделан для тех, кто хочет... вернее, для тех врачей, которые... куда приходят волонтеры. У нас есть... Допытались. У нас есть отдельный курс, который называется И в этом курсе история заведующего отделения городской больницы, где никогда не было волонтеров, и куда обратилась волонтерская организация, чтобы начинать работу. И вот ее страхи. Она звонит своей коллеге и начинает беседу эту, что волонтеры придут, они же будут там видеть наши недостатки, они же начнут делать не то, что им положено. Вот эти все ее сомнения, реальные совершенно, и которые сейчас еще очень распространены, вот эти все страхи, как с ними быть и как увидеть большую пользу от этой волонтерской деятельности для врача. Но этот курс, он не в свободном доступе, потому что он для врачей сделан. Мы его пытались разместить на Росминздрав, но там очень большие требования по формату. Надо тестовые вопросы делать, надо делать то, что мы не хотим делать. Поэтому мы пока его не разместили, но он готов. Если будет интересно, то поподробнее могу презентацию прислать на почту и сам курс прислать. Фильм, фильм в ютубе есть, да, вот он. Я вам сейчас могу очень, ну просто, чтобы вы увидели, как он выглядит. Вот. Нету звука, понимаете, а там звук очень важен. Ну вот на конференции звука нет, видео это странно, честно скажу, но вот. Техника подводит, да. Хоспис волонтерный. Да. Нет. Нет. Про полиатив у нас проблем не было. У нас были проблемы с порталом Росминздрав-еду.ру. Что мы можем давать им эти маленькие радости жизни Именно для этого волонтера приходит в хоспит Чтобы создать комфортную, уютную домашнюю атмосферу Он не совсем образовательный в смысле вот таком Что вот вам контент, вот вам тестовый вопрос Ну, понимаете, к образованию можно относиться очень по-разному И можно относиться так, как относится сейчас большинство в нашей стране А можно относиться творчески к образованию И неизвестно, какой подход будет более правильным, эффективным и востребованным сейчас Очень по-разному воспринимается информация разными людьми Разными поколениями, с разным культурным уровнем людьми А волонтерская деятельность она для всех, понимаете И среди даже медработников есть очень разного уровня люди Поэтому вот этот формат с нашей точки зрения Фотокурс ни к чему не обязывающий, дистанционный Анонимный, он должен быть Как один из альтернатив, один из источников информации Вот так, да, конечно Смотрите, это вопрос, не имеющий отношения к медицинскому, конкретно волонтерству Имеющий вообще к волонтерству Я вам могу свою позицию только сказать Моя позиция такая, что самому человеку, одному волонтеру Организовать свою работу в какой-то более-менее организации В больнице, в поликлинике или в социальном учреждении Очень сложно, потому что все эти организации очень заформализованы С одной стороны, с другой стороны, не всегда у них есть люди Внутри этих организаций, отвечающие за направление волонтерства Поэтому приоритетным сейчас вариантом начала старта Волонтерской деятельности является все-таки обращение В волонтерский центр, у которого есть договор с медорганизацией Где в договоре прописываются все-все-все правила Где за вас несет ответственность, ну вернее так Вам помогает эта ответственность делить Куратор волонтерской деятельности из волонтерского центра В противном случае, наверное, это возможно Но очень мало медорганизаций к этому готовы Что вы туда придете И вам скажут, проходите, помогайте Да, есть очень серьезные ограничения И их удается сейчас преодолеть Благодаря тому, что прошлый год был годом волонтера Много сделано Все федеральные органы власти поручили предписания Поручения серьезные Изменить свои регламенты взаимодействия Но никто не получил предписание Менять порядок взаимодействия с физическими лицами То есть даже такого порядка нет Как волонтера допустить в больницу Как физическое лицо Такого порядка даже нет Хотя, если бы я был главным врачом Я бы допускал Но это, видите, это Позиция, ну, конкретного человека А системы такой нет А волонтерский центр государственная такая Вообще не государственная Не государственная Да Да, конечно Ну вы пришли в фонд Подари жизнь А в фонд Подари жизнь Там есть волонтерский центр Просто они вам так не сказали Но у них есть целое подразделение Которое занимается организацией волонтерской деятельности Это люди Профессиональные Подкованные Которые заключают договоры с медицинскими организациями Которые взаимодействуют с этими организациями Решают все ситуации Ну, такие вот Которые надо решать В процессе любой деятельности возникают вопросы Которые необходимо согласовывать Вот они за вас это делают А вы просто приходите и делаете то, что вы хотите Ну, то есть помогайте людям Но это деятельность И сказать, что она Скажем, волонтерская деятельность Не требует поддержки И финансовых ресурсов нельзя Волонтерство это дорогое удовольствие Могут его позволить себе Не все Качественно организованные Несмотря на то, что она бесплатная Деятельность По зову сердца Но ее организация Этой деятельности Она тоже требует ресурсов Спасибо большое Коллеги Тогда мы Да Да Мотивация На чем он основывается Или в Своей тренировой типе Да Да А если Та часть Та часть Тренировой И пошел И Та учащая Как ему заниматься Чем ему заниматься Ну, например Этимент Мы Стоим после Команды Нам предложили Помогать Мы Стоим Вольные Еще Разве Ну, то есть Та часть Знаете Тренировой Не хватает Тренировой 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 Мы Не хотят Мы Делаем И Как В самом начале Нам Стоим Поднимать Тренировой Тренировой Поднимать Тренировой Вы Ваш вопрос Очень Сложный Там Нет Он сложный Потому что В нем Ну Он вообще Не Не Про Сосне Не Совсем Про Наш Курс Смотрите У нас Курс Мотивационный Для людей Которые Хотят Прийти Называется Путешествую В медицинское Волонтерство И там Как раз Этот вопрос О котором Вы говорите Что делает Волонтер В медорганизации Очень подробно Расписан Там Расписано Что Волонтер Принимает Решение О том Что он Будет делать В медицинской Организации Исходя Своих Желаний Устремлений С учетом Тех Потребностей Которые Там Есть В медицинской Организации Вот Что Волонтеры Это Небесплатная Рабочая Сила Я имею Ввиду С точки Зрения Медицинской Организации Это Небесплатная Рабочая Сила Это Совершенно Другой Подход К волонтерству И к волонтерам Должен быть Если Вы пришли В хоспис И вам Сказали Что Ну Вот Мы Не успеваем Мыть Идите Мойте Это Одна История Она Требует Здесь Вот Более Такого Серьезного Погружения И Оценки Того Как вам Сказали Кто Вам Сказал Какой У вас Был Запрос Ну В общем Это Отдельная История Мы Не Решаем Вот Наш Курс Не решает Не Не дает Ответы На Вопросы Какие Проблемы Уже Работающих Волонтеров Могут Возникнуть В медицинской Организации Он Снимает Наоборот Барьеры Страхи И Говорит Что надо Приходить Туда Наверное Стоит Снять Курс По Проблемам Которые Есть Которые Объективно Возникают Но Так как Раньше Ну вот Еще там 2-3 года Назад Количество Волонтеров В медицинских Организациях Это были Сотни Людей В стране Ну По нашим Подсчетам Ну Тысячи Да Не миллионы То Такой Необходимости Не было Надо было Привлечь Людей Надо было Сделать так Чтобы люди Пошли Сейчас Активизировалась Эта история Там по-разному Активизировалась Уже наверное Там десятки Тысяч Людей Приходят В медицинские Социальные Организации Наверное Надо снимать Курс Про те Проблемы Которые Возникают И на этих Проблемах Помогать людям Их решать Но такого Курса пока нет Пока нет Спасибо большое За вопросы Продолжение следует... Продолжение следует...